Ославляем нашего Господа, да, и приходит такое побуждение, смотрите, сейчас помолиться, помолиться за этих людей. У нас погибло 6 человек на данный момент, там 11 ранено, да, помолиться за их, за их семьи, за тех людей, которые сейчас, как бы, ранены, нуждаются, которые помолиться, чтобы Бог просто коснулся каждого сердца. Потому что, да, есть ложь дьявола, когда дьявол приходит и когда на эмоциях, да, он говорит, а где был Бог, а где же Бог, да, и как бы у людей, может быть, даже обида на Бога, да, почему это произошло, почему это происходит, да. Но я вам скажу, дьявол, он искусный оболеститель, искусный вор, и его цель и задача украсть, убить и погубить. И он 6000 лет оттачивает свое искусство. И война – это совершенное оружие, чтобы воровать, убивать, губить, да, но Иисус пришел дать жизни, жизнь с избытком. И он – наша защита, он – наша победа, он – наша охрана. И когда мы понимаем и осознаем свой покров, свою защиту, приходит победа. И давайте мы сейчас помолимся, помолимся за этих людей, помолимся конкретно, чтобы Дух Святой касался, да, чтобы исцелял, чтобы просто вставил рядом людей, которые, ну, расскажут истину, да, чтобы слава Божья, она была, явилась в жизни этих людей. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, благословляем Тебя, превозносим Тебя. И мы молим Тебя, Дух Святой, Бог мой Господь, за этих людей, которые, Господь Бог мой, Господь, сегодня попали, Господь Бог мой, в эпицентр, Господь этого обстрела. Во имя Иисуса Христа благослови, Господь Бог мой, и исцели каждого, кто сейчас раненый, кто сейчас, Господь Бог мой, Господь, в тяжелом состоянии, кто в страхе, Бог мой, исцели. Пусть придет, Господь Бог мой, Господь, Твое исцеление от Тебя. Бог мой, Господь, коснись родственников и исцели. Бог мой, дети сердца, Господь Бог мой, которые, Бог мой, Господь, потеряли своих родных и близких, Бог мой, пусть придет, Господь Бог мой, Бог мой, Твое утешение, Господь Бог мой, пусть придет Твоя слава, пусть придет Твоя сила, Пусть придет Твое, Господь, Бог мой, помазание. Дух Святой, мы молим Тебя, Господь Бог мой. Мы по-человечески ничего не можем сделать, но только Ты. И мы просим Тебя, Дух Святой, Ты коснись. Коснись, Господь Бог мой, этих сердец, этих душ. Пусть придет, Господь Бог мой, Дух покаяния. Дух покаяния, милость Твоя. Бог мой, Господь Бог мой, Твое утешение. Ты, Господь, утешь каждое сердце и исцели каждую душу, каждого больного, Каждого раненого, кто Господь Бог мой испугался, пусть придет Господь Бог мой, Бог мой Господь, твое исцеление. И прямо сейчас мы связываем, разрушаем все дела дьявола, всякий страх, всякий дух страха. Мы связываем тебя кровью Христа и Духом Божьим. И не спровергаем в жизни этого народа, Украины, украинского народа, Чернигового, по имени Христа Христа. Мы связываем тебя и не спровергаем всякая ложь и обольщение. Обольщение мы разрушаем кровью Христа и Духом Божьим. И мы утверждаем божественный свет, власть и силу. О, божественный покров, благодать и сила. О, Бог мой, пусть вера от тебя, она, Господь, касается каждого сердца. Мы молим тебя, Дух Святой, и ты поставь, Господь, Бог мой. Бог мой, Господь, Бог мой, вокруг каждого, кто мастерил людей вверх, подкрепи, укрепи, Господь. Пусть сила твоя, Господь, Бог мой, она наполняет их сердца. И мы благодарим тебя, мы славим тебя и прославляем тебя. И мы славим тебя, что ты всякое зло оборачиваешь в добро. И мы верим твоему слову. Мы не верим обстоятельствам, мы не верим в ситуации. Мы не верим, Господь, Бог мой, Господь, Бог мой, Господь. То, что происходит, Господь, Бог мой, она наша глава. Мы верим твоему слову больше во имя Иисуса Христа. Ты наша сила, ты наша слава, и ты наше убавание во имя Иисуса Христа. О мой Бог, Господь, Бог мой, и мы благодарим тебя, славим тебя и прославляем тебя. Господи, ты наш пастырь, ты наш пастырь. И мы ни в чем не будем нуждаться. И ты покоишь нас на злачных паштях и будешь водом тихим. И подкрепляешь души наши ради имени своего. Если идем долиной смертной тени, то не боимся зла, потому что ты с нами, ты с нами, ты с нами, твой жертв, твой посад, твоя власть и твоя сила, она успокаивает нас. И ты приготовил трапезу ввиду врагов наших, ты умастил елеем голову нашу, и чаша наша преисполнена. Так благость и милость да сопровождают нас во все дни жизни нашей. Во все дни жизни нашей. И мы пребываем в Доме Божьем все многие дни. И мы благодарим тебя, мы славим тебя и прославляем тебя. И мы отдаем в твои святые руки, Господь, Бог мой, Чернигов, эту черниговскую землю, Украину. Бог мой, каждого человека, кто пострадал, Бог мой, Господь, ты откутай, Господь, Бог мой, своей заботой. Бог мой, пусть твой божественный мир, твоя благодать и твоя сила наявится во всей полноте. Благослови врачей, Господи, руки врачей, которые сейчас, Господь Бог мой, производят, Господь Бог мой, работают над ранеными во имя Иса Христа. Которые, Господь Бог мой, сейчас, Господь Бог мой, перевязывают, лечат, Господь Бог мой. Благослови, благослови, Господь Бог мой, пусть Господь Бог мой будет спасена, Господь Бог мой, каждая душа, Господь, во имя Исуса Христа. И мы благодарим тебя, славим тебя и прославляем тебя, величаем тебя, превозносим тебя по имя Исуса Христа. Аминь. Халилюя. Возгайте славу Господу. Халилюя. Слава Живу. И я вам скажу, знаете, вот именно, всегда есть искушение по плоти, да, искушение по плоти, да, как бы смотреть на обстоятельства этой ситуации. Но в том-то и дело, вера, она такая субстанция, которую не видно. И то, что вот можно сделать в физическом мире, это можно сделать руками. Но Иисус говорит, пример такой, мы знаем, да, когда имеешь веру в зерочечное зерно, ты же скажи, горе сей, повернись и вернись в море, и будет там. Почему Иисус так говорил? Ну, вы видели, когда-нибудь горы ходят? Ну, не ходят в горы, да? И он специально приводит этот пример, где в физическом мире, когда невозможно, чтобы гора куда-то ушла, то в духовном мире, когда ты имеешь веру, то, что невозможно для физического мира, физическом мире, верой, это возможно. И нам возможно верой радоваться, верой побеждать, верой утверждать его славу, верой, и мы не допустим врагу, чтобы он давал нам какое-то там уныние, знаешь, разочарование, какое-то утешение. Да нет, мы люди славы Божьей. И я это говорю за себе ответственность. И когда нас, когда нас тут разрывались наряды, пробивались сколками стены, мы славили и радовались. Мы, я знаю, о чем я говорю. И я знаю конкретно, что это слава Божья, она ограждала и защищала. И когда мы вот радуемся и славим, мы не потому славим, потому что мы немножко узнаем, у нас что-то не такое с головой. Потому что мы знаем конкретно секреты славы Божьей. И дьявол всегда захочет забрать твою радость. У него он придет через любые обстоятельства, ситуация, чтобы забрать тебе радость, чтобы показать тебя, тыкнуть тебя носом, как котенком в какую-то там, да, вот именно ситуацию. И сказать, смотри. А ты говоришь, я радуюсь. Чему ты радуешься? Господу, что он у меня есть. Он мой ответ. Он разрешит эту ситуацию. Он даст победу. И мы знаем, да, эту историю, когда был царь Иссофа, да, когда окружили Иерусалим, да, когда пришло войско, огромнейшее войско, которое, ну, все, он говорит, сдавайтесь, мы тут победили кучу царств. Там какое-то маленькое там царство, там для нас нет проблемы, там, стереть лица земли. И, видимо, все, тупик. Но люди пошли молиться. Пошли молиться и искать Господа. И Бог, он в молитве проговорил. Возьмите, поставьте левитов, прославляющих впереди, и идите встал врага. Но это же ненормально. Я понимаю, там лучники, там, копья, там, танки какие-то впереди. Говорит, нет, поставьте и идите, да. И они получили это слово от Господа. И, слава Богу, что царь тоже был мудрый, он, как бы, поверил этому слову. И они пошли. И пока они шли встал врага, пели, плясали, так у вас же окружили, у вас тут мрут люди, у вас тут все проблема, какие танцы, какие песни. И пока они шли встал врага, враг сам себя начал перебивать. Бог так возмутил конкретно в этом стане врага. Люди, что они сами себя одни против других, потом друг друга. Им пришлось четыре дня мучаться и носить добычу. Они так тяжело трудились, уже забирали просто четыре дня, носили добычу. Забирали то, что враг принес. Враг хотел забрать, прийти и забрать то, что он хотел. Да, завоевать новую землю, завоевать там сокровища. А пришлось то, что вот с чем он пришел, то пришлось, когда он обогатил эту землю тем, с чем пришел. И вот мы сейчас будем славить Госфорь. И мы будем сейчас радоваться, да, и танцевать, чтобы Бог, он совершал эту победу. Совершал эту победу в Духе Святом. И что мы еще обогатимся намного больше, чем были до этого. Потому что слава Божья нам будет явлена, Бог всякое зло переводит добро. Аминь.